Где заканчивается граница юности и начинается взрослый этап жизни? По паспорту человек считается совершеннолетним с 18 лет. С этого времени он начинает нести полную ответственность за свою жизнь и поступки. Однако некоторые британские ученые предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет. Это связано с тем, что сегодня многие люди позднее вступают во взрослую жизнь. Что по этому поводу думают канаковцы? Мы спросили на улице города. По мнению ученых, основные причины повышения возраста взросления – социальные. Люди в западных странах имеют тенденцию позже заканчивать образование, выходить на работу и создавать семью. Таким образом, границы подросткового возраста больше определяются обществом, чем биологическими факторами. Когда же, по мнению канаковцев, человек становится взрослым на сегодняшний день? Я думаю, вообще очень рано. Не в 16 ли они? Мне кажется, уже даже в детском возрасте взрослеет. Я вот по своей внучке вижу. У нее серьезные отношения везде ко всему уже. Уже взрослеет. А сколько ей лет? Ей 8. Наверное, где-то порядка 30-35 лет, мне так кажется, по моим подсчетам. То есть границы взросления извинулись? Да, да, да. Я думаю, что да. Мы были более самостоятельные, потому что у нас другой уклад жизни был. Мы взрослели раньше. Семьи раньше заводили, сразу детей. Обычно ни одного, двух, трех. По-моему, сейчас и молодежь очень быстро начинает соображать, умудреть. А взрослеть, смотря, как себя чувствуешь. Я вот, например, еще в душе себя чувствую очень молодой. Хотя внешне, наверное, уже взрослая. А насколько вы себя чувствуете? Насколько? Лет на 15 моложе, чем я есть. Я в душе еще учусь в школе. Теперь по-новой. Потому что в школе учатся внуки. И маленькие, и большие. И все, мне это интересно. И жизнь очень... Чем дальше, тем интереснее. Не знаю, с 18 лет примерно. Как считаете, рамки взросления не передвинулись? Может, передвинулись маленько. Ну, лет на... Ну, на года три, может быть, вот так вот. В зависимости от учебы зависит, от работы. Думаю, рано. У меня, например, дочери 25 лет. Она намного умнее, чем я в свои годы была. Лет 18. Мне кажется, они уже взрослые, самостоятельные дети сейчас. Мне так кажется. Я думаю, что при нашей жизненной обстановке, сейчас люди уже после 40 лет, 40-50, они уже становятся зрелыми мужчинами, которые способны решать поставленные перед ними задачи. То есть эти люди, как их называют, мужи, которые уже думают о том, что происходит в стране. Согласно терминологии Организации Объединенных Наций, подростки – это лица в возрасте от 10 до 19 лет. Однако некоторые ученые предлагают продлить подростковый возраст аж до 24 лет. Если эта мера будет принята, то молодые люди получат полное право сидеть на шее у родителей до этого возраста. И вообще границы подросткового возраста могут сильно сдвинуться. Однако, как ни крути, возраст – это не цифра в паспорте, а состояние души.